Наталья Байкалова – соучредитель консалтинговой компании. Спустя 9 лет успешной работы владельцы бизнеса решили, пора приобрести собственное помещение. Удачное расположение, просторные и светлые офисы. Как только удалось найти подходящий вариант, обратились в Сбербанк. Осуществить планы в минимальные сроки удалось благодаря новой услуге онлайн-кредитования малого бизнеса. Она позволяет подать заявку удаленно. Заявку оформили в течение двух часов. Где-то на следующий день нам дали одобрение рассмотрения кредита. Далее мы работали уже с кредитным инспектором, который уже рассматривал нашу финансово-хозяйственную деятельность. После того, как принято было решение положительное по кредиту, 2 апреля уже переход права собственности произошел. И в принципе на текущий момент, полтора месяца мы уже даже успели делать ремонт, приехали, сделали ремонт в помещении. Поэтому все очень быстро произошло. Специалисты Сбербанка не только помогли сэкономить время, но и подсказали, как принять участие в программе Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Так компании удалось получить минимальную кредитную ставку. При этом отличий в процентных ставках по заявкам офлайн и онлайн нет. Суммы кредита ограничиваются только платежеспособностью клиента. Сроки кредитования до 10 лет. Новую услугу уже оценили почти 300 клиентов. Новые клиенты могут подать заявку без визита в банк через сайт Сбербанка, а также действующие клиенты через Сбербанк Бизнес Олайн. Как это происходит? Они заходят на сайт непосредственно, выбирают продукт, который необходим, ознакомливаться с подробными условиями, подают документы дистанционно, после чего с ними связывается клиентский менеджер для уточнения информации по кредитной сделке, а также для объяснения дальнейших действий. Также для клиентов Сбербанка работает и дополнительный сервис – онлайн-резервирование расчетного счета. Это возможность в течение пяти минут подать реквизиты для контрагентов. И пока клиент едет в банк на подписание и открытие расчетного счета, контрагент уже может перечислить туда деньги. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на восьмом.